Девчонки, всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я вам покажу, что новенького у меня появилось в плане ухода. Если вам такое видео интересно, то оставайтесь со мной. Итак, первое, с чего я хотела бы начать, это будут продукты по уходу за лицом. И давайте начнем с марки Holy Land. Я себе приобрела повторно уже в который раз вот такой вот безалкогольный лосьон для лица с фитамином. Я его беру уже не в первый раз. Вот так вот он выглядит. Очень хорошее средство. Летом он может даже заменить вам ваш привычный уход вечерний. То есть, когда не хочется ничего на себя наносить, я в принципе вполне могу обойтись вот этим тоником. Потому что он очень хорошо увлажняет кожу лица. И сейчас, зимой он тоже необходим. Особенно многие сейчас делают пилинги, в том числе и я. И после пилингов, как вы знаете, немножечко кожа шелушится. И ее нужно увлажнять. Вот этот тоник очень хороший. Он прекрасно справляется с этой задачей. Могу вам его рекомендовать. Следующая вещь, которую я себе купила, это лосьон для лица от марки Holy Land из серии Alpha Complex. Этим лосьоном я пользуюсь перед тем, как наношу пилинг на лицо. Я пользуюсь альфа-бета-ретиноловым пилингом в салфетках. У меня есть отдельное видео по поводу пилингов. И у меня также есть пилинг Super Lift. Я их чередую. Но все-таки салфетки мне нравятся гораздо больше. И вот этот лосьон, он слегка отшелушивает кожу, помогая процессу пилинга. То есть, даже не так. Не помогая процессу пилинга. Это является как бы первая ступень перед пилингом. Предпилинговая подготовка, короче говоря. Хороший лосьон. Советую тоже вам его. И из серии Альфа-бета. То есть, из серии ретинолов. Вот такое вот у меня есть мыло для лица. Это Альфа-бета Ресторинг Соуп. С ретинолом. Мыльца такой. Здесь хорошая помпа. Выдавливается пенка. Умываетесь. Это я тоже делаю. В принципе, можно зимой пользоваться и постоянно. Но я делаю перед пилингом. Пилинги я делаю где-то один раз в неделю. Так, следующая марка. Это будет марка Клэп. Мой мастхэв, который я беру уже в который раз. Это вот такие патчи под глаза с витамином А. А классик. Очень хорошие вещи. Я тоже про них много рассказывала. Здесь саше. Сколько здесь у нас? 5 саше по 2 штучки. Вот здесь. Но есть, по-моему, еще какая-то по 3. Есть больше. Какая была, такую и взяла у косметолога своего. Очень хорошая вещь. То есть, это гидрогелевый патч, который вы наносите под глазки. Оставляете на какое-то время. И когда вы его снимаете, он становится настолько тоненький. То есть, весь этот гель активно впитывается в кожу под глазами. И мелкие морщинки очень хорошо разглаживаются. Мне безумно нравятся эти патчи. Я их беру уже не в первый раз. Следующее, что я вам хочу показать, это маска антистрессовая из серии Immune. Тоже она у меня должна быть всегда. В этот раз я ее опять себе купила. Прекрасная вещь. Особенно, если вы куда-то едете отдыхать. Что-то ничего не фокусируется. После солнца, после ветра, после зноя, после мороза, да и просто побаловать свою кожу. Я всегда беру вот эту маску. Мне очень нравится, как она увлажняет. Кожа ее буквально впитывает всю, без остатка. Остатки можно просто удалить ватным диском, смоченным в каком-то лосьончике. То есть, она очень-очень хорошо кожей вашей усваивается. А следующее, что я себе приобрела от марки Клэп, это вот из серии Skin Con Cellular. Вот такая вот сыворотка для лица. Я ее использую под крем. Отличная вещь. Прекрасно увлажняет кожу. Вот здесь вот есть такое окошечко, где вы можете видеть, сколько ее осталось. Она, знаете, такого голубенького цвета. В составе здесь нет никакой химии. То есть, это вот серия, вообще линейка Skin Con Cellular у Клэп. Она вообще заявлена как продукция, которая подходит многим-многим типам кожи, поскольку она содержит... Так. Сейчас, девочки. Вот. Отказавшись от использования минеральных масел, парабенов и ПЭК, компания Клэп сделала продукты вот этой серии Skin Con Cellular, особенно подходящими для любого типа кожи. Значит, здесь у нас содержится... Прошу прощения за своих соседей. Здесь у нас содержатся растительные и природные вещества, в том числе и морского происхождения. Также здесь есть гиалуроновая кислота. Отличная вещь, девчонки, я вам очень советую. Сделана эта косметика в Германии. Наношу я ее под свой обычный дневной либо ночной крем, поскольку, если вы не нанесете крем, она будет слегка подсушивать кожу, как и любое, собственно говоря, средство, содержащее гиалуроновую кислоту. Это нужно иметь в виду обязательно. Так. И у меня есть еще на остатках, так скажем, мои обычные кремы, которые я еще использую. И вот эту сыворотку я успешно с ними комбинирую. Также я себе повторно уже купила вот такой вот крем от марки Rexaline. У меня он суперувлажняющий, суперувлажняющий крем. Да, он у меня уже запечатан. Ну, сейчас открою вам. Значит, он у меня уже не в первый раз я его беру. И вот именно этот крем мне очень нравится. Он также содержит в себе хорошую дозу гиалуроновой кислоты. И вот здесь вот написано 5 плюс гиалуроник акцид, асид, акцид. В общем, кислота. Очень хороший тоже крем. Я вам советую. Вот на зиму он мне очень хорошо подходит. Также наряду со своими пилинговыми и послепилинговыми кремами я использую еще и увлажнение. Кому интересно, у меня есть видео о моем осенне-зимнем уходе на канале. Можете посмотреть. Далее, купила себе вот такие салфетки для снятия макияжа от марки Коррес. Очень люблю эти салфетки. Тоже они не содержат никаких вредных веществ. Мне очень нравится. В принципе, эта марка. Я с ними познакомилась впервые в Греции. И сейчас покупаю. У нас они в Альдебаде также представлены. Следующее, что я себе взяла. Щеточка для кларисоника. Пора пришла уже поменять. Я взяла себе для сухой кожи. Вот такая. Они есть разные. В принципе, они все хорошие, все нежные. И любую можно брать. Они все нормальные. Дальше взяла себе вот такую упаковочку резинок от Invisi Bubble. Здесь три штучки. Что еще? Вот такую вещь для интимной гигиены отдав. Кстати, она мне не очень понравилась. Думала, будет такой же приятный запах, как у геля для душа. Но запах совершенно не такой. Неприятный. Ярко выраженный. Все-таки средства для интимной гигиены лучше брать в аптеках. И я постоянно пользуюсь маркой Epigen Intim. Мне очень нравится. Вот это вот. Нет. Не то пальто. Дальше купила мужу своему его любимое мыло для бани. От бабушки. От травы и сборы Агафьи. Я все время путаю вот эти банька Агафьи, бабушки Агафьи. Здесь березовый листочек такой. Пахнет очень приятно. У меня муж использует это средство в бане. И сын тоже любит мыться им дома. Они моют волосы, кожу и голову. Все на свете этим средством. Моим мужчинам нравится. Дальше. Зашла в Эльдебате, в Сифоре. Набрала разные-разные вот эти вот их маски. Консультант, в принципе, мне хвалила их. Взяла для глаз. Для глаз, для глаз. В основном все взяла для области вокруг глаз. Потому что я не очень люблю вот обычно эти тканевые маски на все лицо. Как-то я в них особого эффекта что ли не вижу. А вот эти для глаз решила попробовать. Может быть они и неплохие. Дальше. Зная свою любовь уже вот к этим гелям для душа от марки Клин. Взяла себе две таких здоровые бутылки. Один из них у меня уже был. По-моему, этот зеленый у меня уже был. Взяла еще по второму разу. Они не везде продаются. Если мы где-то бываем за границей, я их встречаю, то обязательно беру. Здесь у нас по 547 мл. Хорошие гели для душа. Приятно пахнут. Не вызывают никаких раздражений на коже. Увлажняют ее. Надолго хватает. Мне нравится. И еще от этой же марки я взяла вот такую Клинт Скин. Это такая пудрочка для тела. Мне очень она понравилась. Она обалденно пахнет. Имеет такие маленькие-маленькие, не маленькие, а меленькие микроблесточки. Очень красиво смотрится на коже. И я ее, наверное, оставлю до лета. Летом, в жару, знаете, когда выйдешь из душа, вроде бы и чувствуешь, что ты помылся. И в то же время какая-то липкость ощущается на коже неприятная. И я люблю использовать вот такие вот средства, как пудра для тела. Она впитывает излишки влаги с кожи. И очень-очень хорошо для лета именно подходят такие вещи. Дальше, девочки, еще что касается ухода. Взяла себе от японской марки, кто это у нас? Написано, розет, увлажняющий пилинг гель с жемчужной пудрой. Знаете, это что-то типа скатки. Мне не понравился эффект. Лучше уж пользоваться, я считаю, скрабом для кожи лица, чем вот этим скатком. Потому что я не вижу эффекта. Еще что касается ухода за кожей. Вот такой структурирующий тоник. Я себе еще взяла очень большая упаковка. Это тоже я покупала у косметолога. 500 мл от немецкой марки Янсен. Тоже очень хорошая фирма. Здесь вот такой вот дозатор. Увлажняющий на зиму. Тоников много никогда не бывает. Следующее, что я себе приобрела, свою любимую биодерму. Все-таки мне кажется, что биодерма и Ларош Пазея это лучшие мицеллярные воды. Дальше продукты. Давайте по уходу за волосами. Вот такую маску для волос с Ши Баттер я себе привезла из Италии. Даже не знаю, как эта фирма называется. Еще ее не пробовала. Но здесь что-то типа Аля Локситан упаковочка. 25% масла Ши содержится. Так, дальше. Ну, еще вот такие вещи тоже из Италии. Такая зубная паста с тигриком. Это для ребенка моего. Вот такая известная всем Марвис. Это отбеливающая. Ну, что ж такое сегодня. Дальше. Вот эта вот Перл Дрокс. Мне очень нравится. Я себе где-то ее когда-то раньше заказывала. Тут купила в итальянской аптеке. Она 6 евро, по-моему, стоит. Хорошая очень паста. И вот такая вот еще тоже взяла на пробу. Я люблю в разных странах покупать зубные пасты. Я вообще люблю аптеки. Все вот эти европейские. Постоянно захожу туда и что-нибудь для себя выискиваю. Следующее. Вот такое взяла от выпадения волос от нашей марки. ДНС с красным перцем средство. И вот такой гидролат лаванды. Я очень люблю гидролаты. Вот решила попробовать вот эти два продукта. Далее. Последний раз, когда я была на окрашивании волос у своего парикмахера, им завезли в салон новую линейку от профессиональной марки Эстель. И эта серия называется От Кутюр. И мне мой мастер посоветовал вот эти два продукта. Это шампунь и бальзам для волос. Для волос. Интенсивное восстановление для зрелых, ослабленных временем волос. Вот эту серию она мне очень сильно хвалила. Но я решила взять себе еще одну серию. Эта серия уже идет для окрашенных волос. И здесь я взяла себе вот такой шампунь, маску. Так, это у нас... Видите, какие упаковки у них интересные. Еще одна маска. Роскошь цвета. Прям сделана так шикарно, добротно. Все вот. Очень она густая. Уже пробовала. И взяла вот такое средство для прикорневого объема. Тоже его уже попробовала. Значит, что хочу сказать. Одушка очень приятная. Аромат очень напоминает парфюм от марки Tom Ford. Нероли Портофина. Сделано все, конечно, очень стильно и дорого. Но шампунь мне не понравился. Очень-очень сухие после него волосы. Поэтому, видимо, они предусмотрели два вида масок к этому уходу. Маска хорошая. Но вот эту маску нужно держать минут 10 желательно. Она такая для глубокого питания волос. Поэтому, если у вас очень мало свободного времени, то вам, наверное, такое не подойдет. И вот эта штука мне очень понравилась для прикорневого объема. Вот сегодня я тоже волосы высушила феном и наносила на корни вот этот спрей. Не спутывает, не склеивает. Действительно, создает такой небольшой, но объемчик на волосах. В принципе, мне понравилось. И еще. Для волос я себе купила в Ильдоботе вот такой набор от марки Биосил. Это у меня серия Болюмайзинг. То есть это для объема. Значит, вот в такой вот косметичке здесь все. И тут 4 продукта. Один из них полноразмерный. Сейчас я вам покажу. Так, вот так вот это все выглядит. Шампунь, бальзам, масло для кончиков и вот такая пудрочка для объема. Значит, что хочу сказать. Вот эти два продукта я уже закончила. Они абсолютно пустые. Это вот у нас шампунь и бальзам. Девочки, ничего особенного. Абсолютные продукты обычные. Запах, да, приятный. Но не более того, за такие деньги лучше купить вот профессиональный какой-нибудь эстелевский. Будет гораздо лучший эффект. Что касается вот этого масла. Ой, оно очень легкое. Оно не будет вам утяжелять волосы. В принципе, масло неплохое. А вот что касается вот этой вот пудрочки для объема. Вы знаете, ну один в один Тафт зелененький, либо Шварцкопф вот год ту би. Знаете, вот такие пудры для объема. То же самое. Но цена в разы дороже. Поэтому я вам вот этот вот биосилк не советую. Я считаю, что это деньги выброшенные на ветер. Ну что ж, на этом давайте будем заканчивать. Я очень рада была, что вы досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.